Библейский портал экзегет.ру представляет Мы все умрем, мы не знаем, что будет после нашей смерти, все, что мы сделали, все, что мы приобрели, неизвестно кому достанется и как с этим обойдутся другие люди. А пока мы читаем седьмую главу книги «Экклезиасты», я, кстати, рассказал содержание предыдущих шести, в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Может быть, хватит уже, хочется сказать «Экклезиасту», мы поняли, все плохо. И вдруг «Доброе имя лучше благовонного масла, день смерти лучше дня рождения». Кошмар какой-то. Ну, то, что доброе имя лучше, чем ресурс, благовонное масло или там, я не знаю, слитки золота, или там богатые пастбища, ну да, довольно банальная мысль. Это слава человека и его репутация. Она поможет приобрести все остальное, а если ты ее не имеешь, то тебе плохо. А почему же день смерти лучше дня рождения? В том смысле, что вообще вот лучше человеку не родиться, да? Давайте чуть-чуть подождем. Лучше идти в дом, где плачут, чем в дом, где пируют, ибо всех ждет один конец, и кто жив, пусть помнит об этом. Горесть и лучше смеха, печальное лице сердцу польза. Вот врачи не согласятся, депрессия – это диагноз, и довольно тяжелый. Сердце мудрого там, где плачут, сердце глупого, где ликуют. Лучше внимать упрекам мудрого, чем песням глупцов. А вот тут уже немножко другая тема пошла. Смотрите, упреки полезнее, чем песни. Упреки, в которых есть вот какое-то содержание. Сущие трещат в огне под котлом, так смеется глупец, и это пустое. Творя обиды, мудрец лишится ума, а подношения развращают сердце. Это вообще как будто откуда-то из другого места. То есть плохая жизнь, она вот портит человека, да, лишает его мудрости. Это понятно. И тут конец лучше начала, терпение лучше надменности. Хм, вернемся. День смерти лучше дня рождения, конец лучше начала. Есть такая притча про этот стих. Один мудрец сказал, люди все перепутали. Когда выходит корабль из гавани, они радуются. Когда он возвращается домой благополучно, они плачут. То есть когда человек рождается, все радуются этому человеку, но это корабль, выходящий в мир, его ждут бури, шторма и многое иное. А когда он возвращается, когда он умирает, то они плачут, хотя это достойное завершение опасного и трудного пути. Может быть в этом смысле конец лучше начала. То, что мы завершили, оно уже закончено, оно уже имеет свой плод. И день смерти это плод человеческой жизни. Хм, совершенно другой смысл приобретают эти слова. Вот экклезиаст он такой, его расшифровывать надо, и можно это делать разными способами. Ну, дальше несколько банальных мыслей, их у него тоже встречается заметное количество. Не спеши поддаваться гневу, ибо гнев обитает в груди глупцов. Не спрашивай, почему прежние дни были лучше. Не от мудрости этот вопрос. Нет, ну конечно прежние дни были лучше. В моей молодости все было трава зеленее, вода мокрее, девушки красивее. Не от мудрости этот вопрос. Вот еще две с половиной тысячи лет назад нам это объяснили. Мудрость не хуже, чем наследство, и приносит пользу тем, кто видит солнце. Мудрость защищает, не хуже серебра. Вот польза от знания, мудрость сохраняет жизнь. Ну, то есть, деньги, они, конечно, хорошие вещи, прочие материальные ресурсы, но доброе имя лучше масло, а мудрость лучше серебра. Не хуже серебра защищает, да, потому что сознание, понимание, репутация, это вот те вещи, которые человеку всегда в жизни помогут. Ну, банальности, да, есть они. Погляди на дела Божьи, искривленные им, кто исправит. Интересно, а что значит искривленные им? Ну, вот иногда Бог вмешивается в историю для того, чтобы что-то разрушить. Вавилонская башня, например, да, в книге Бытие описано. И, грубо говоря, если нет Божьей воли на это, то ты не можешь это построить, ты не сможешь этого сделать. Тоже довольно банально. Но ведь эти банальности – это такой краткий перечень мыслей, а как, собственно говоря, достичь дня смерти, который будет лучше дня рождения. Или, как, собственно говоря, вот конец сделать лучше начало. В день счастья наслаждайся счастьем, а в день беды замечай, то и другое сотворил Бог, чтобы не мог человек постичь его дела. Вот, наконец-то, в день счастья наслаждайся счастьем. То он все говорит нам, это пустое, не обращайте внимания, мы все умрем, все бессмысленно. Но мы уже встречались с этой мыслью просто не настолько явно сказанной. Наконец он до этого дошел. Значит, у жизни есть конец, к которому мы придем с каким-то итогом, и очень важно, с каким. А пока мы живем, давайте радоваться тому, чему можно радоваться. Но и в день беды понимать, что это от Бога, что это не просто случайная игра обстоятельств. «Видел я всякое в дни мои пустые». Ничего себе, пустые дни. Если он у нас здесь выглядит, как царь Соломон, то уже дни его пустыми точно не были. А вот так он говорит, да, то есть вот и в свои пустые дни он видел, да, вот дни, в которых не было ничего содержательного. «Бывает, что праведник праведности гибнет, а злодей во зле долголетен». Ну да, да, вот бывает книга Иова об этом. И там это прямо крик. А здесь это так, замечание на полях. Ну, кстати, еще и так бывает. То есть, чтобы мы не думали, что он такой резонер, который не знаком с жизнью. И вдруг такая фраза, которая прямо шокирует. «Не будь не слишком праведен, не чрезмерно мудр, чтобы не погубить себя». Неужели бывают слишком праведные и чрезмерно мудрые? Ведь праведность и мудрость – это хорошо. Бывают, конечно, когда человек вот прямо, ну, такой праведник, что аж от него отскакивают все остальные люди, потому что не выносят его этой показной праведности. Фарисеи чрезмерно мудр, когда человек вот эту свою способность, это свое достижение, он ее выставляет всюду. «Не становись злодеем и не будь неразумным, чтобы не умереть до срока». Ну, это обычная тема книги притчи, да, что не жить этим плохим людям. Ну, правда, вот смотрите, вот «Экклезиаст» – это про то, что все равно все умрем. И тем не менее, есть фраза, как из книги притчи, есть фраза, как из книги Иова. Он понимает, что хорошему человеку должно быть хорошо, а плохому – плохо. А бывает так, что хорошему человеку плохо, а плохому – хорошо. И то, что мы все умрем, отнюдь не значит, что нет никакой разницы между одним и другим. «Одного держись, но и другого не оставляй. Кто боится Бога, избегнет всех бед». Что значит одного и другого? Трудно сказать наверняка, но он говорит здесь о мере, о том, что не надо быть слишком праведным, но и злодеем не надо быть. Да, вот есть какая-то золотая середина, ее придерживайся. И тут замечательные слова. Кто мудр, тот сильнее, чем десять правителей городов. Кстати, в наши дни это очень четко видно по всяким спискам Forbes, кто сейчас самые богатые люди на планете, те, кто придумали что-то интересное и нужное людям, а вовсе не правители городов и не производители автомобилей или каких-то других полезных вещей. «Нет на земле праведника, который бы делал лишь добро и не грешил вовсе». Совершенно согласен. Но в Ветхом Завете это довольно редкая мысль, хотя она вполне уже там присутствует. «Всего, что говорят, не бери в сердце, чтобы не услышать, как раптовый злословит себя». То есть мало ли кто что сказал. Не воспринимай все всерьез. Это для посетителей социальных сетей абсолютно необходимая заповедь. «Ведь знает твое сердце, что не раз и сам ты злословил других». То есть ты понимаешь, что и другие могут сказать что-то в запальчивости, по неразумию. «Мудростью испытал я все. Обрету мудрость, говорил я себе. Но как она далека от меня?» Вот я знаю только то, что ничего не знаю. Такой вечный лейтмотив у всех мудрецов. «Я достиг, достиг, достиг». Но как один из мудрецов описывал это, «Когда я расширяю свое знание, я расширяю его границы. Большой круг у него периметр больше, чем у маленького. Я понимаю, как многого я еще не знаю». Прошлое уже далеко и глубоко оно, глубоко. Кто его найдет? Вот интересно, что у экклезиаста, как у человека пожилого, явно мудрость связана с осознанием прошлого. Потому что будущее нам неизвестно, как наша фантазия. Это сны, которые он периодически упоминает, как нечто пустое. А вот прошлое уже состоялось. Оно дает очень много уроков, если, конечно, к ним прислушаться и понять их. А вот это тоже не так просто. «Обратился я сердцем к тому, чтобы познать, разведать и отыскать мудрость и толкование. Узнаю, в чем глупость злодеев и в чем безумие неразумных». Хорошая задача, но он только что сказал, что он ее не выполнил. Но по пути все-таки чего-то добился. И что же он нашел по пути? Такую относительную истину. Извините, дорогие женщины, сейчас будет неприятно. «Нашел я, что женщина горше смерти. Она селок, ее сердце сети, руки ее оковы. Кто угоден Богу, ускользнет от нее, а грешник будет пойман ею. Вот что нашел я», — сказал проповедник. «Слагал я одно с другим и находил толкование. А вот что искала душа моя и не сумела найти. Из тысячи нашел я одного мужчину, но женщины ни одной. Разумел я только, Бог создал человека праведным, но тот слишком много ищет». Выглядит как жесткая такая мезогения, жена ненавистничества. Но давайте вспомним, что лирический герой наш, это царь Соломон, у которого было тысяча женщин. Вот так это описывает третья книга царств. И он говорит, что из тысячи женщин он не нашел ни одной. Можно понять так, что женщины вообще никуда не годны. Из мужчин еще один на тысячу более-менее приличный человек, да. Но из женщин вообще ноль. А можно понять это, вот я гонялся за женщинами. Ну, представьте себе мужчину, у которого тысяча женщин. Мне это просто трудно себе представить, да. Вот чисто физически не могу. То есть он искал, 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 искал. Вот есть такие мужчины, которые коллекционируют женщин. Да, вот сколько у меня было, для него это очень важный вопрос. Чем больше, тем лучше. И ни одной не нашел. А может, вся проблема в том, что искал все время, что-то вот такое особое, что-то новое. Может быть, в этом смысле женщина горше смерти не сама по себе, она такова, любая женщина. Но когда мужчина ищет, 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 то она селок сердца ее сети, руки ее оковы. То он только себя связывает, да. Вот этот поиск, который как раз приводит к тому, что в конце жизни он говорит, все пустое, ничего я этим не добился. Да, у меня богатство, у меня слава, у меня куча наложниц, а толку-то я не был счастлив. Мне кажется, вот скорее в этом смысле он здесь говорит не про природу женщины в сравнении с мужчиной, но скорее про природу мужчины, которые постоянно гонятся за женщинами, которые коллекционируют, грубо говоря, их. И вот ничего этого не получается. А что значит один мужчина? Ну, надо полагать, что здесь все-таки не имеется в виду его какая-то порочная наклонность. Это бы явно не было вот в такой книге. Вот так просто мимоходом сказано. Видимо, это дружеская привязанность. Что много есть людей, и вот дружба у него какая-то получилась с одним из тысяч. Ну, действительно, хороший друг – это большая редкость. Ну, что ж, дальше про мудрость будет в восьмой главе. Продолжение следует...